Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге «Бытия». И сегодня мы с вами читаем седьмую главу. «И сказал Господь Бог Ною, Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сём. Из всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского, также из птиц небесных чистых по семи мужеского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Благодаря Ною, благодаря его послушанию Богу, спасается не только он сам, не только его родня, но спасается и флора и фауна. Это очень глубокий образ, поскольку праведный человек является хранителем не только для себя и своих домашних, но и для тварного мира в целом. «Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю в сорок дней и сорок ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли, но и сделал все, что Господь Бог повелел ему». В шестисотый год жизни Ноевы, во второй месяц, в семнадцатый день месяца все день разверзлись все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Яфет, сыновья Ноевы и жена Ноева и три жены сынов его с ними. Они и все звери земли, породу их, и всякий скот породу его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, породу их, и все летающие породу их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре, мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Господь Бог, и заварил Господь Бог за ним ковчег. Видимо, они входят, и Бог закрывает ковчег за ними. Они собираются в это место спасения, в этот корабль спасения, в этот прообраз церкви, и Господь Бог за ними затворяет дверь. Для Библии характерен вот этот образный язык, и потоп — это образ гибели мира в результате греха, а ковчег — это прообраз церкви. И мы все входим в церковь через покаяние и веру, и Бог затворяет за нами, мы оказываемся в безопасности внутри. И продолжалось на земле наводнение сорок дней и сорок ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. И все, что имело дыхание духа в жизни, в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось в земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. Потоп — это грандиозное бедствие, которое лишает жизни всех, всех, кто отказался войти к Ною в ковчег. То есть люди, которые не захотели уверовать, не захотели покаяться, не захотели присоединиться к Ною, они погибли в этом страшном потопе. И этот потоп есть образ греха, образ того, что разрушает человека изнутри. И грех неизбежно приводит человека к гибели, неизбежно приводит к смерти. Единственное, кто спасается в итоге, это Ной и его близкие. И это повествование говорит о том, как каждый человек призывается искать спасение, искать спасение в ковчеге. Ковчег — это церковь. Ковчег — это то место, где собираются те, кого Бог спасает, кого Бог приводит к спасению. И за пределами церкви мы видим, как разворачивается этот потоп, и все гибнет. И мы видим этот яркий очень образ, что вы можете быть на борту, или вы оказываетесь, увы, за бортом. И Слово Божие призывает нас войти в этот ковчег и занять наше место на Божьем спасательном корабле, который есть Церковь Божия. Мы с вами прочитали седьмую главу книги Бытия. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.